Сократить износ труб, улучшить тепловые параметры. На выездном с заседания рабочей комиссии Маслехата с участием заинтересованных сторон обсуждали перспективные планы развития теплоснабжения областного центра. В городе предлагают перестроить систему центрального отопления с открытой и общедоступной на закрытую и независимую. Подробнее у Ирины Вобещевич. В Хараганде на сегодняшний день открытая система горячего теплоснабжения. А это значит, что горячая вода в краны потребителей поступает из системы отопления. По словам депутата городского Маслехата Толигена Ашимова, это противоречит строительным нормам. Износ сети, излишние расходы воды на подпитку, расходы электроэнергии – это лишь часть последствий работы неэффективной системы. А добавить то, что население пользуется некачественной технической водой – еще один аргумент против существующего положения дел. Почему мы должны перейти на закрытую и независимую систему, про которую я вам говорю? Потому что именно тогда мы можем изменить пиаш сетевой воды. Сейчас его нельзя повышать до значений оптимальных. Оптимальный считается пиаш 10. Это вода практически щелочная. А сейчас его держат на уровне 7,5. Это питьевая. Почему питьевая? Да, горячую воду никто не пьет, но она должна быть питьевого качества по значению пиаш. И, соответственно, пиаш приводит к существенному повышению скорости износа теплотранзита. На заседании рабочей комиссии Маслехата по вопросам теплоснабжения, которое проходило в компании «Эргономика», рассказали, как можно кардинально изменить имеющуюся систему. Компания более 20 лет занимается вопросами проектирования и внедрения энергосберегающих технологий для водоснабжения, теплоснабжения, а также изучением передового опыта. По их расчетам, отказ от использования горячей воды из радиаторов отопления и установка в подвалах домов автоматизированных тепловых пунктов с теплообменниками. Единственный верный путь – спасти карагандинские изношенные на 70% тепловые сети от окончательного износа и тем самым уберечь город от коммунального коллапса. В закрытой системе можно будет понизить кислотность и тем самым остановить коррозийные процессы. Население станет пользоваться чистой, нагретой водой, которая будет обходиться дешевле. У теплотранзита появится два плюса. Один плюс – он будет экономить полтора миллиарда тенге в год на электроэнергию. Полтора миллиарда тенге в год на электроэнергию. А второй плюс – он получит дополнительно 100 гикокалорий тепла. Освободятся мощности для подключения дополнительного миллиона квадратных метров отапливаемой площади. Деньги говоря уже о том, что тепловые параметры в квартирах карагандинцев улучшатся. В Караганде около 2,5 тысячи многоквартирных домов. Считаю, что некоторые дома, скажем, новоподъездные, где-то около 3-4 тысячи тепловых узлов. В принципе, я так думаю, в течение года-два вот эту всю систему через теплообменники можно перевести на закрытую систему. Это резко улучшит параметры сетей. И мы, в конце концов, приведем их к тому, что положено по нормативу. Вопрос намерены дополнительно рассмотреть на заседаниях Маслехата. Будут внесены предложения органам власти. Предполагается, что финансироваться проект будет за счет государства, а не жителей. Необходимо проработать все детали, рассмотреть все плюсы и минусы, которые существуют, которые, возможно, появятся при внедрении данной системы. Нужно испытывать, нужно двигаться вперед, согласно научно-техническому прогрессу. Потому что город растет, город должен жить в тепле, при хорошей воде.